13 скульптур из дерева, которые представлены в квартире музея семьи Ульяновых, выполнены в особой авторской манере. Скульптор Дмитрий Потапов назвал свою выставку «аллюзии». В переводе с латинского слово означает «намек», «шутка». Материал для аллюзий часто дают библейские сюжеты. Каждый человек, когда смотрит на скульптуру, он видит свои образы, мифологию, историю или литературу. И для литературных ассоциаций есть свое словосочетание. Слово «аллюзии». Именно так мы назвали эту выставку. И мы надеемся, что на этой выставке каждый найдет отражение своей души. Дмитрий Геннадьевич Потапов – уроженец города Ульяновска, член Союза художников России, художник, скульптор, фотограф. Но основное занятие – скульптура. Ее изучение через творчество в форме авторского видения искусства. Каждая скульптура – это часть моей жизни. Оно родилось в определенный период времени. Собственно, это запись у меня самого в какой-то период временной. Мои впечатления, которые были тогда, я все это пережил, и оно родилось в такую форму. В качестве материала скульптор выбрал дерево не случайно. В детстве он был впечатлен работами всемирно известного скульптора Степана Эрзи. Он был для него кумиром. Но с годами Дмитрий Геннадьевич пересмотрел свои мировоззрения. Надо было искать свой собственный путь. Например, то, что я считал идеалом. Вот, допустим, считал идеалом скульптуру Эрзи. То есть я не отказался от него. Я просто себе так переселывал, сказал, что нужно найти себя. А это все происходит только через постоянную работу. На выставке вы сможете увидеть работы, которые формировались годами. Например, «Бык» или «Человек в шлеме». Скульптор ее совершенствовал в течение 10 лет. Самый старый экспонат выставки «Король» выставлялся всего один раз – в 2003 году. Но, как сказал автор, именно эта скульптура стала источником для создания других работ. А скульптура-хранитель – самая молодая, заключила в себе много эмоций и переживаний скульптора. Выставка продолжит работу до 31 января. Ирина Антонова, Новости Улл Правда ТВ.